...будут отчитываться на телевидении, обратить ТИМСа к нашей администрации, будто они ходили от времени на телевидении, и мы будем это... Поэтому я сегодня могу только проинформировать о том, что сегодня знаю из официальных источников. Я вам сказал, я был в командировке. Я еще раз говорю, я был в командировке. У нас там вопрос, у нас там вопрос. Готовы ли вы, готовы ли вы поддержать, поддержать, еще раз мы здесь проголосовали. Я сегодня провел две пресс-конференции, где заявил однозначно, что я сегодня однозначно сделаю все возможное для того, чтобы доверие горожан к тем людям, которые сегодня пришли, было однозначно. Это раз. Второе. Я однозначно вам заявляю, что сегодня вся медицина, которая поднята в Украине, она приехала в город Николаев и провели сегодня первые консультации, в том числе из Ожового центра Киева, из Донецка. Наши специалисты. И все делают для того, чтобы бесплатно лечить эту девочку. Все медикаменты есть, в том числе эти есть медикаменты. И от обл. администрации, от горе-сполкома, и от депутатского корпуса, и от вас. И я тоже признателен вам за то, что вы сегодня объединились вместе. Если вы думаете, что один мэр может решить все проблемы, это не так. Я наоборот прошу вас. Сегодня идут слухи, что как будто бы выпустили этих бандюков. Никто не выпустил. Их сегодня рассадили в СИЗО в одиночные камеры и проводят все следственные эксперименты для того, чтобы довести до суда этот данный. Второе. Я включаюсь в ту комиссию, которую вы сегодня проголосовали, для того, чтобы дать возможность, в первую очередь, через средства массовой информации, через наше сегодняшнее и телевидение, и радио, дать право этой комиссии информировать буквально все шаги, которые сегодня делаются по городу Николаю в этом направлении. И третье. Я сегодня переговорил с Богатыревой Раисой Васильевной, которая отправила сюда специалистов еще кроме всего в дополнении к тем специалистам, которые были. И она однозначно сказала, что какие бы ни были бы сегодня шаги сделаны со стороны тех или других медиков, будут сделаны все шаги, чтобы человек выжил. А все те, кто сегодня заслужил кары, они будут действительно покараны и они будут привлечены к суду. Суд сегодня потребовали наши журналисты, чтобы был открытым и для наших жителей, и для прессы. Я вам обещаю, что буду настаивать, и этот суд будет открытым в городе Николаеве. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok